Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Если вы столкнулись с такой проблемой, как черный экран при включении компьютера, это видео будет вам полезно. Далее в видео мы детально разберем все возможные причины черного экрана при включении ПК, а также рассмотрим способы решения данной проблемы. Итак, вы включаете компьютер, слышите вращение кулеров, но не видите на экране привычных надписей, никаких картинок и логотипа биоса, экран компьютера остался такой же, как и до запуска ПК. Что же делать в таком случае, из чего начать, в чем заключается проблема? Сперва давайте разберем причины, из-за которых монитор не выводит изображение на экран при включении компьютера. Некоторые из них настолько просты, что их можно упустить, но я все же думаю, что их стоит упомянуть. Итак, начнем с самого банального и будем двигаться к более сложному. Первая причина – выключенный монитор. У некоторых мониторов кнопка включения расположена не на передней панели, а внизу на торце и зачастую пользователи включив ее один раз в дальнейшем забывают про ее существование. Эту кнопку нечаянно можно задеть и тогда естественно монитор не включится. Ну и решение такой проблемы я думаю вам и самим известно. Нужно лишь найти эту кнопку и нажать ее для включения монитора. Если она включена или после нажатия ничего не изменилось, идем далее. Вторая причина – неисправный или неправильно подключенный шнур питания. Нужно убедиться правильно ли подключен шнур питания и подключен ли он вообще. Вы могли его также задеть, к примеру при уборке или перестановке и он просто выпал из гнезда. В монитор этот шнур зачастую тыкается очень туго и возможно при подключении его могли воткнуть не полностью. Решение тоже довольно простое, попробуйте вынуть шнур с разъема и воткнуть обратно до упора. Еще стоит осмотреть кабель на наличии механических повреждений или же если есть возможность проверить его на другом устройстве. Если провод исправный, подключен правильно, но ничего не изменилось, идем далее. Третья причина – кабель между монитором и компьютером. Как и в втором случае надо проверить, не вывалился ли кабель, соединяющий монитор и компьютер, а также проверить его наработоспособность и наличие механических повреждений. В таких случаях нам может казаться, что монитор не включился, а на самом деле монитор включен, но не получает сигнал от компьютера и просто показывает нам черный экран. Проверьте кабель, если это HDMI с двумя похожими на USB по ширине разъемами на концах, то точно также надо просто эти разъемы переподключить заново, как на системном блоке, так и на самом мониторе. Если же у вас другой тип разъема DVI либо VGA, то нужно попробовать затянуть имеющиеся на них винтики, чтобы шнур не выпал с разъема. Некоторые пользователи при подключении их могут вовсе не затягивать. Но рано или поздно кабель может отсоединиться, а потом сидят и думают, почему не включается монитор. Если это не помогло, переходим к следующей причине. Четвертая причина статическая. Иногда бывает, что статика может стать причиной пропажи изображений на мониторе. Попробуйте отсоединить от монитора все кабели и, если есть, звуковые шнуры. Оставьте монитор на некоторое время отключенным от всего. Кстати, этот же способ часто действует и на системный блок, если он вдруг перестал запускаться. Через некоторое время подключаем его обратно и проверяем. Пятая причина – неправильно установленное расширение экрана. Довольно часто случается, при установке разрешения Windows выше, чем поддерживает монитор, он гаснет, а компьютер продолжает работать. Если он не переключился автоматически на нужное расширение, загрузите систему в безопасном режиме и установите более низкое разрешение экрана. После перезагрузки он должен заработать. Для загрузки ПК в безопасном режиме нажмите и удерживайте клавишу Shift при загрузке операционной системы. Современные версии операционной системы Windows самостоятельно возвращаются к исходному расширению экрана в течение 15 секунд, если не нажать кнопку «Сохранить изменения». Кроме того, операционная система Windows обычно обнаруживает самое высокое разрешение, которое может поддерживать ваш монитор и показывать только эти параметры. Шестая причина – настройки монитора. Помимо этого убедитесь в том, что источник входного сигнала на вашем мониторе установлен на правильный вход. Большинство мониторов обычно автоматически обнаруживают источник входного сигнала, но иногда данная функция может быть отключена. Откройте меню настроек на своем мониторе и перейдите в раздел «Входной сигнал». Здесь выберите вход, который вы используете на компьютере, например VGA, HDMI и другие или же попробуйте сбросить настройки монитора к заводским. Воспользуйтесь интернетом, чтобы найти как это сделать на вашем мониторе, обычно для этого нужно зажать одну из клавиш. Если монитор у вас поддерживает 144 Гц, то вероятнее всего не поддерживает сам HDMI, потому что даже последняя версия HDMI 2.1 может передавать максимум 120 Гц. Используйте для подключения кабель DisplayPort в любых конфигурациях. Седьмая причина – неправильная настройка BIOS. Если вы недавно изменяли настройки BIOS и после этого у вас пропало изображение, то возможно причина кроется именно в этом. Попробуйте вспомнить, что вы изменяли и верните прежние настройки или сбросьте BIOS к заводским настройкам. У нас на канале есть отдельное видео как это сделать. Попробуйте отключить компьютер от питания и подержать несколько секунд кнопку включения, а затем включите и проверьте работоспособность монитора. Ну и прежде чем переходить к следующим пунктам, проверьте ваш монитор на другом устройстве. Подключите его к другому ПК или ноутбуку, если он работает, то причина кроется в самом компьютере. Восьмая причина – неправильно установлена или неисправна видеокарта. Прежде давайте проверим, не вывалилась ли видеокарта из слота. Выключаем компьютер, отключаем его от сети и снимаем боковую крышку и сначала визуально осматриваем видеокарту. Этот пункт можно пропустить, если видеокарта интегрированная, то есть не вставлена на компьютер отдельным блоком, а расположена прямо на материнской плате. Итак, смотрим ровно ли она расположена в своем слоте. А если есть подразделение, что нет, то аккуратно, без чрезмерных усилий устанавливаем ее обратно на место. Если она двинулась и встала ровно, то надо подтянуть винтик соединяющий видеокарту с задней стенкой компьютера, а если его нет, то вкрутить новый. Если видеокарта пришла в негодность, то скорее всего HPK будет издавать тихающие звуки, в зависимости от производителя материнки пищать будет по-разному. Если монитор не работает, а компьютер чрезмерно пищит, то скорее всего дело в видеокарте. Надо ли заменить ее или попробовать вынуть ее и подключить монитор к интегрированной видеокарте, если такая имеется. Также нужно проверить оперативную память. Девятая причина – неисправная оперативная память. Черный экран монитора – чрезмерный писк компьютера может вызвать неисправную оперативную память. Если монитор не включается, а компьютер пищит, сначала проверяем видеокарту, и если писк не прекращается, проверяем оперативную память. Ваша задача – аккуратно по очереди вытащить планки ОЗУ и включать компьютер после каждой такой манипуляции. Следует обязательно запомнить, какая плата в каком слоте была установлена. Потому что при сборке компьютера их расположение могло быть выбрано мастерами в зависимости от параметров ОЗУ. И изменение этой схемы может привести к ухудшению работы компьютера или он вообще не запустится. Если после изъятия одной из планов компьютер запустился, то попробуйте оставшуюся память переставить на место первой. Если компьютер снова запустился, значит виновата вынутая память. Если нет, то проблема с ее гнездом. Если после этих манипуляций ничего не изменилось, придется обратиться в сервисный центр. Если вы немного разбираетесь в технике, для вас есть последний пункт. Десятая причина – неисправный блок питания монитора. Ее устранение самое трудоемкое из всех предыдущих манипуляций, и с ним справится не каждый. Для этого нужно разобрать монитор и найти блок питания. Если нужно, его можно вытащить. Если на плате есть приторханитель, его нужно проверить. Если он рабочий, смотрим на конденсаторы. Здесь нужно определить все вздувшиеся и заменить их на новые. Далее, нужно лишь собрать монитор, подключить и включить его. Если у вас нет навыков ремонта подобной техники, обратитесь в сервис. Если же все перечисленное в видео вам не помогло и по-прежнему монитор не включается, то его придется заменить. И в заключение хочу сказать, что при любой поломке не спешите, не суетитесь, не волнуйтесь, а просто подумайте, почему такое могло произойти. Всегда нужно попробовать решить проблему самостоятельно. Попробовать все простые варианты решения и уже только в крайних случаях обращаться в сервисный центр или покупать замену. Если вам известны другие причины и способы их решения, будем рады видеть их в комментариях под этим видео.